Здравствуйте, меня зовут Есиков Сергей, я продавец-консультант торгового комплекса «Актив». Сегодня мы продолжим с вами нашу беседу про воблера, и наша речь с вами сегодня пойдет о степени плавучести. Первая и основная степень плавучести – это, естественно, всем известный плавающий воблер. То есть при забросе воблер остается плавать на поверхности. При этом при проводке, если сделать паузу в проводке, опять же, он будет всплывать. Как правило, такие воблеры применяются при ловле активной щуки. Как правило, плавающие воблеры будут популярны именно при ловле летом. Следующим классом будут являться так называемые воблеры нейтральной правучести. Это наиболее популярное семейство, скажем так, воблеров, которое сейчас завоевывает популярность все больше и больше количества рыболовов. То есть при проводке этот воблер остается в толще воды, он не всплывает. И не тонет. При этом позволяя делать очень долгие паузы, которые активно сказываются на клеве хищника. И следующим классом это будут являться так называемые тонущие воблеры. Ну, классическим, скажем, таким самым ярким представителем, естественно, будут являться ратлины. Вот об этом можно будет посмотреть в прошлом нашем видео. Тонущий воблер, как правило, позволяет обеспечить более дальний заброс. И, скажем так, более требователен к проводке. Поэтому, как правило, тонущий воблер бы подошел уже более продвинутым рыболовам. И кто уже немножко пообщался вообще с самими воблерами, имеет некоторое представление. С вами был продавец-консультант торгового комплекса «Актив» Есиков Сергей. Подписывайтесь на наш канал. Заходите на наш сайт «Актив48.ру» и приходите к нам в магазин «Город Липецк», улица 8 марта. Продолжение следует...